Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В июне в Самаре стартует летняя детская оздоровительная кампания, когда начнется набор детей в оздоровительно-образовательные центры. Кто и как будет обеспечивать безопасность во время отдыха? В нашей студии Ольга Слесарева, заместитель главы городского круга Самара, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. И Илья Осипов, исполняющий обязанности заместителя главы городского круга Самара, руководителя департамента образования, администрации городского круга Самара. Ольга Владимировна, Илья Дмитриевич, добрый вечер. Я искренне рад вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, скоро наконец-то стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Учебный год, слава богу, я как родитель могу сказать, подходит к концу. Постепенно он выходит уже на завершающий этап. И вот для начала давайте поговорим про школы. Сколько детских лагерей будет работать в городском округе Самара при школах? Да, действительно, мы подходим к достаточно долгожданному периоду, в первую очередь для детей. Это лето, летние каникулы. А уж родителям-то как ждали вы? Да. Для того, чтобы обеспечить занятость детей в данный период и в то же время помочь родителям продолжать выполнять свои, в том числе, трудовые обязанности, у нас традиционно на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования функционируют пришкольные лагеря. В данном году у нас планируется работа 186 таких учреждений, в которых отдохнут, проведут в свое время более 15 тысяч деток. Причем нужно понимать, что это детки самого младшего возраста, с начальной школы и до 14 лет. Вот здесь вопрос важный. Это будут какого продолжительности отдых и будут ли там детей кормить, например? Это очень интересный вопрос для всех. Да, у нас предусматривается формат работы в двух вариантах. Первый вариант сокращенного дня, то есть в среднем это с 8.30 до 14.30, и вариант полного дня, то есть с 8.30 до 17.30. Естественно, дети, находясь такое продолжительное время в учреждении, обеспечиваются питанием, при этом кратность питания зависит от продолжительности нахождения, то есть в режиме сокращенного дня это двухразовое питание, в режиме полного дня это трехразовое питание. То есть в режиме даже сокращенного дня, то есть с 8.30 до 14.00, вы сказали, два раза уже детей будут кормить, я правильно понимаю? Да. А каким образом? То есть это будут работать пищеблоки, то есть кухни в школах и так далее? Да, если в учреждении, если мы говорим о общеобразовательном учреждении, о школе, то соответственно на базе столовой пищеблока расширяется приготовление пищи, если это речь идет об учреждении дополнительного образования, здесь рассматривается, как правило, два варианта, либо дети ходят в близлежащую школу для того, чтобы покушать, либо питание организовывается привозное в соответствии с требованиями санитарными. Вопрос, который волнует всех и всегда, это платно или это бесплатно на сегодняшний день? Для родителей это абсолютно бесплатно. Ну, соответственно, и для детей тоже. Да, да. Всю нагрузку на себя берет бюджет. Городского круга. Это организация питания, в том числе за счет субвенции из вышестоящего бюджета, из областного бюджета, и, соответственно, частично в этом году впервые мы чуть увеличили стоимость питания за счет средств местного бюджета. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет на эту тему, затем мы продолжим нашу беседу. Давайте посмотрим. Гончарное мастерство, уроки вокала и танцев, интерактивные квесты и квиллинг. У воспитанников образовательного центра в микрорайоне Южный город нет времени для уличных шалостей. Летом они занимаются физкультурой и наукой вместе с опытными педагогами детского лагеря дневной смены. Мама второклассницы Марины Бабенко смело оставляет своего ребенка вожатым. Она уверена, 9-летняя Маргарита находится в надежных руках. Мы как родители делаем вывод о том, что еще это очень полезно, потому что они здесь и первую помощь учатся оказывать, и действия при пожаре, ну и прочие такие нужные вещи. Маргарита уже привыкла к общению с вожатыми и нашла себе новых друзей. Каждый день в лагере для нее как маленький праздник. Школьница надеется попасть в смену и в следующем году. Процедуру устройства детей в лагере максимально упростили. Родителям не потребуется тратить много времени на сбор и оформление документов. К тому же пребывание в смене является абсолютно бесплатным. Устроить ребенку в лагерь очень просто. Классный руководитель должен подойти законный представитель, написать заявление. Лагерь абсолютно бесплатный. Бесплатное питание и вся программа, которая присутствует здесь. В этом году в образовательном центре отдыхают около 650 детей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился почти на треть. Занятия в детском лагере дневной смены продлятся до конца июня. День 3 Солнышко, но это сюжет 2019-го, то есть до ковидного года. Тогда мы жили в другом мире, называя вещи своими именами. Вот показана очень веселая обстановка, все очень хорошо, очень ярко. В этом году будет ли так же, сможем ли мы обеспечить так же, ну вот в пришкольных лагерях такое же веселье, такую же радость, такой же размах, с учетом того, что жизнь немножко изменилась. Я понимаю, что сложный вопрос, Илья Дмитриевич. Однозначно да. В любом случае, какие бы ограничения не накладывались текущей обстановкой, в лагерях будет весело, потому что основная энергетика, которая там присутствует, она создается именно детьми. И мне хотелось бы отметить, да, что действительно в прошлом году, к сожалению, мы не смогли организовать такую форму отдыха для детей. В этом году возобновляем ее. Есть, конечно, ряд ограничений, в первую очередь, связанных с обеспечением санитарной эпидемиологической обстановки, то есть это использование септиков, уборка помещений. Но однозначно можно сказать, что те коллективы, которые будут с детьми, создадут праздничную и незабываемую атмосферу для детей. То есть вот все, что положено, то есть все развлекательные программы, все образовательные программы, все спортивные, то есть несмотря на нашу такую, я бы сказал так, еще не постковидную, но полуковидную эпоху, мы все это получим сейчас. Дети, точнее говоря, получат. Да, дети получат полный комплекс мероприятий. Естественно, стремление в первую очередь организовывать досуг на свежем открытом воздухе, на территории пришкольной. Педагоги, которые будут работать с детьми, это их привычные педагоги, с кем они учатся в обычное время. Естественно, к сожалению, говорить о том, что есть возможность приглашать каких-то людей со стороны, в данном случае не приходится, потому что все-таки контакты следует минимизировать. Но основной акцент именно на том, чтобы создать комфортные условия, сделать максимально насыщенную программу именно силами тех людей, которые всегда рядом с учениками. А, кстати, как ситуация сейчас с кадрами? То есть есть люди, укомплектованный состав людей, которые должны работать с детьми летом? Да, данная работа начинается сблаговременно, как я говорю, это работники тех же образовательных учреждений, которые в первый летний месяц проводят время с детьми. То есть это педагогический штат наших же образовательных учреждений. Уважаемые гости, а сколько, вот если сейчас мы обсудили ситуацию со школьными лагерями, давайте поговорим о детских оздоровительно-образовательных центрах. Ну, иногда их еще называют детские лагеря. Вот сколько детских лагерей будет работать в этом году? С 1 июня у нас планируется, что заработает 9 лагерей. Да, это 7 лагерей образования, один спортивный лагерь и один лагерь, который вот оздоравливает детей через Супрему. Это что такое? Супрему, это уже мы много лет работаем по этому направлению, это бесплатные путевки выделяются родителям. То есть за областные деньги приобретаются бесплатные путевки. Через Супрему родители бронируют эти путевки. 60% оплачиваются областным бюджетом, 40% вносится родительская плата родителей. Это лагерь Волжеский Артек, это на территории города Самары, если говорим о Самаре. Ну, то есть это, по сути, дело частный лагерь? Да. Нет, это лагерь муниципальный. А, лагерь муниципальный. Конечно, это лагерь муниципальный. Он оздоравливает у нас Волжеский Артек в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой. Только 75% мы можем детей оздоровить в этом лагере. Ну, и все лагеря на сегодняшний момент работают с загрузкой 75% для того, чтобы обеспечить максимально комфортное пребывание детей в этих условиях. У нас 840 детей будут оздоровлены в этом году. 4 смены по 21 дню. То есть если, допустим, лагеря образования, у нас по 2 недели смена, по 14 дней, они тематические, там выезжают классами, то у нас лагерь работает 21 день, одна смена, и набираются детки со всего города, попадают даже и не только городские, но и со всей Самарской области. Кто успел забронировать, тот и может получить путевку в этот лагерь. Кстати, знаете, у вас же им гости, о чем подумают? Вы сказали, когда, Ольга Владимировна, 21 день, это, между прочим, классический срок советский санаторно-курортного лечения. То есть вот в те времена, когда человек получал путевку на курорт или в санаторий, путевка была 21 день, не считая дороги. Вот, у нас тоже 21 день. Также в этом лагере будут оздоравливаться дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, это дети, находящиеся в учреждениях, это дети, которые стоят на разных профилактических учетах, они также будут обеспечиваться путевкой в наш лагерь «Волжский Артек». То есть они проходят как раз по вашему ведомству, по вашему департаменту? Да, совершенно верно. Когда будет закончен ремонт? Потому что прошлый год у нас, ну, по понятным причинам, он был очень сложный, а лагеря не работали, и когда что-то долго не работает, иногда это даже хуже, чем когда оно работает. Ну, вот, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Ну, 20-й год мы работали. Мы работали, у нас в прошлом году оздоровительная кампания начиналась с 19 июля, и практически все лагеря работали как в режиме обсерваторов, то есть дети заезжали, находились там две недели, либо, как у нас, 21 день, не выезжали, допуска в лагерь посторонних лет не были, сотрудники также проживали на территории лагеря. В этом году немножко изменился порядок работы лагерей. У нас, в общем-то, в качестве обсерваторов они не будут работать, у нас просто еженедельно все сотрудники будут тестироваться на ковид, для того, чтобы избежать заноса инфекции, либо вовремя ее выявить. Поэтому каждую неделю все сотрудники лагеря будут тестироваться. Ну, то есть они смогут выходить за территорию лагеря? Совершенно верно. И, конечно, все лагеря у нас отремонтированы, и готовы, и ждут, когда детки к ним приедут. То есть уже принят, уже ремонт закончен, а приемка центров уже прошла? Приемка центров начинается с сегодняшнего дня, с 24 по 28 мая. Межведомственная комиссия осуществляет приемку всех лагерей. Надеемся, все наши лагеря города Самара пройдут ее успешно, потому что мы все готовились, директора лагерей ждут. Все необходимые мероприятия, которые нужно было выполнить по эпидемиологическим направлениям, по пожарной безопасности, по антитеррористической направленности, все выполнены в полном объеме. Когда планируется начать набор детей? Он уже начался? С 1 июня. С 1 июня, то есть уже можно подавать заявление? С 1 июня мы уже заезжаем в лагерь. Да. То есть, соответственно... Все дети, которые родители приобретали путевки по Супреме, они уже 14-15 мая их приобрели, и с 1 числа у нас начинается заезд. По поводу заездов в образовательные лагеря. Да, вот пришкольные лагеря, как ситуация. Да, я поясню. У нас и пришкольные лагеря начинают работать с 1 июня, и наши подведомственные загородные оздоровительные центры также принимают первую смену 1 июня. Вот я хотел добавить к словам Ольги Владимировны. В наших лагерях будут функционировать в режиме обсервации, потому что у нас смена чуть покороче, не 21 день, а 14. То есть, это подразумевает, что дети вместе с педагогами, вместе с коллективами заезжают, две недели живут без выезда, и потом выезжают. Это сделано с целью обезопасить людей от лишних контактов и не допускать распространения каких-либо инфекционных заболеваний. Вот. Естественно, предварительно все работники пройдут тестирование на наличие ковид. Также наши лагеря участвуют в приемке вместе со всеми за период этой недели. Принимаемся. И если все хорошо, то 1 июня детки заезжают. Что нужно сделать, чтобы твой ребенок попал в лагерь? И когда нужно начинать вот этим вопросом заниматься родителю? Ну, давайте, у нас тут ответ, наверное, разделится на две части, да. Это если ребенок едет по путевке, и если мы едем в детский лагерь за счет средств муниципального бюджета. То есть, у нас заявки формируются общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования. Мы стремимся к тому, чтобы дети заезжали, ну, условно скажем так, в организованном коллективе, да, то есть, чтобы были дети там с одной школы, либо с одной секции. Вот, соответственно, образовательная организация формирует дислокацию, исходя из наличия мест в загородных центрах, представляет на утверждение. Мы утверждаем. Данная работа проводится в период апреля-мая традиционно. Соответственно, сейчас уже осталось, вот если кто-то хочет, то еще есть возможность, ну, успеть. Ну, сейчас, естественно, как правило, в это время у нас уже все места определены за детьми, но бывает так, что кто-то вынужден отказываться, у кого-то меняются планы, обстоятельства, поэтому в любое время возникает возможность, может возникнуть, да, такая возможность получить место. Поэтому, естественно, лучше обратиться, что даже если сейчас вам не готовы будут дать однозначно положительного ответа, то хотя бы будут иметь в виду, если место освободится, вас обязательно проинформируют. Вот если говорить о том, о местах, а если планируется ребенка по путевке, ну, то есть приобрести путевку, сейчас уже, вот, ну, в конце мая практически тоже, скорее всего, все места уже разобраны, я правильно понимаю? Ну, смотрите, у нас, во-первых, есть путевки по трудной жизненной ситуации. Это что значит? Значит, с января месяца родители, которые хотят определить ребенка в лагерь и находятся в трудной жизненной ситуации, и оплатить даже 40% не могут, и не попадают по каким-то причинам в образовательные центры летние, они могут обратиться в комплексный центр помощи населению по городскому округу Самары, там принимают заявку заявления, и по дате подачи заявления они при поступлении путевок в центр обзванивают и предлагают путевки в лагеря, в которые на сегодняшний момент есть у нас путевки. Вот в Волжском Артеке таких 684 ребенка будут именно отдыхать по трудной жизненной ситуации. То есть, если вдруг на сегодняшний момент родитель не успел приобрести путевку по Супреме, во-первых, это надо отслеживать, та же ситуация, что родители могли не выкупить, либо отказались, либо как-то заболел, возвращается путевка опять, в Супреме появляется место, и родитель может отследить и быстренько ее забронировать. Либо обратиться в комплексный центр для того, чтобы оставить заявку о себе, что ребенок хочет поехать в лагерь, написать, какой конкретный лагерь есть, там им предложат варианты лагерей, которые можно получить бесплатную путевку. И при освобождении места, либо при поступлении путевок, да, начинается обзвон родителей. И, как уже сказал Илья Дмитриевич, если у кого-то планы поменялись, ребенок заболел, то, конечно, можно еще успеть оздоровить ребенка и в этом году. У нас еще впереди все лето. Ну да. Но вот я запомнил для себя, что уже с января, в принципе, этим вопросом нужно начинать заниматься, вот если так по-хорошему. Совершенно верно. С января месяца можно прийти уже в комплексный центр, написать заявление, и вы будете в числе первых родителей, которым предложат путевку, в зависимости от того, на какую смену вам это будет удобно. Хочется сказать, что в Волжеском Артеке у нас еще, это инклюзивный детский лагерь, у нас в этом году будет две смены для детей с ограниченными возможностями. Одна из смен, это для детей-ментальников, они отдыхают и приезжают в лагерь вместе с законным представителем. Но чаще всего это мама или бабушка. И в августе мы уже оздоравливаем детей, которые передвигаются на колясках. Для этого у нас в лагере созданы дополнительные условия. У нас и бассейн, в который подъемник для таких детей опускает и поднимает. В этом году мы специальные площадки для них организуем, для того, чтобы им было комфортно отдыхать вместе с здоровыми детьми. Ну, очень важно, тут даже вот, я не знаю, можно все эпитеты только хорошие произнести, потому что, ну, чрезвычайно важное дело. Уважаемые гости, не знаю, кто из вас ответит на этот опрос, потому что он такой вот как бы межведомственный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп». Вот он как будет в этом году работать. А каким образом? Что там будет? Ну, данный лагерь будет функционировать абсолютно на тех же условиях, как и все остальные лагеря. То есть мы должны понимать, что это ограниченная наполняемость 75%. Формат работы данного лагеря, он сохранится, как и в прежние годы. То есть основной акцент это для воспитанников спортивных школ. В связи с меньшей наполняемостью планируется в целом за лето охватить чуть более тысячи детей в данном лагере. Поэтому здесь традиционно, как и во все прошлые года, но с учетом текущих ограничений. Я предлагаю посмотреть сюжет, а затем давайте продолжим нашу беседу. Говорим, дежурство происшествий не будет? Никак нет. Свыше 200 камер видеонаблюдения и круглосуточная охрана. У каждого ЧОПовца есть и так называемая тревожная кнопка. С помощью нее можно вызвать подкрепление. В лагере «Березки» два стационарных и два подвижных поста. Чтобы ни у кого не возникло желание пронести с собой запрещенные предметы, охрана всегда на чеку. Естественно, с каждым постом, с каждым человеком у нас связь. Радиостанции. И если кто-то что-то замечает, то связывается, вызывает усиление. Но таких случаев у нас не было. Лагерь с одной стороны окружается лесом, с другой – озером. За детьми здесь нужен глаз да глаз. Посмотреть, как организована работа по обеспечению безопасности отдыха, приехали сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области. В первую очередь проверяются документы и должностные инструкции. Именно они определяют права и обязанности охранников, меру их ответственности за те или иные нарушения. Также у ЧОПовца должна быть специальная форма одежды и удостоверения. В оздоровительном лагере «Березки» нарушения Росгвардейцы не выявили. В Самарской области свыше 50 детских мест отдыха. Все они под надзором контролирующих органов. Итак, уважаемые гости, безопасность детей – важнейший вопрос, наверное, самый важный. Никуда не исчез коронавирус, мы об этом говорили. И, к сожалению, мы видим, что обеспечение физической безопасности тоже важнейшая задача. Вот как будет организована работа в этом году? Традиционно к учреждениям загородным летнего отдыха предъявляют самые высокие требования в области безопасности. Все наши оздоровительные центры обеспечены физической охраной силами ЧОП, оснащены средствами экстренного вызова полиции на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Соответственно, штатные стража также есть, которые в помощь оказывают контроль. Могу только добавить еще, что, конечно, каждый лагерь обеспечен видеонаблюдением и ведется постоянный контроль по периметру лагеря. Вот это, кстати, очень важное замечание. Я бы сейчас хотел еще раз обратить на это внимание. Всех, кто смотрит программу, фиксируется все. То есть все пишется и, соответственно, никакое действие не может остаться безнаказанным. Совершенно верно. То есть лагерь по периметру, я могу отвечать за волжеский артек, что там у нас 17 камер по всему периметру, по территории лагеря расположены. И, конечно, охранник постоянно наблюдает за всеми действиями, которые происходят. Я думаю, что такая же ситуация и по остальным лагерям. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но, тем не менее, видеонаблюдение такое присутствует для того, чтобы максимально обезопасить территорию лагеря и для того, чтобы не допустить проникновения на территорию лагеря каких-либо посторонних лиц. Ну и второй момент очень важный. Вот давайте еще раз проговорим, а какие меры безопасности принимаются для борьбы с ковидом? Потому что, ну, я в начале программы говорил об этом, никуда это не делось. Да, оно где-то меньше, но, тем не менее, мы живем вот рядом с этим. И так вот, что делается? Ну, конечно, перед тем, как заехать в лагерь, все сотрудники проходят анализы на ковид. Вот, как сказал Илья Дмитриевич, да, они работают в режиме обсервации. Конечно, были закуплены все необходимые средства, антисептики, рециркуляторы, которые располагаются в каждом здании, маски, перчатки. Все это мы хлорируем, все это моем, все в соответствии с санэпидемиологическими требованиями. Ну, то есть родители могут быть спокойны, на самом деле. А сейчас вот это ведь для чего говорю? И хочу, чтобы вы это сказали, чтобы родители, отправляя своих детей вот в лагеря, они понимали, что, в общем-то, делается все для безопасности детей. По большому счету, вот об этом речь. Совершенно верно. Все родители могут быть абсолютно спокойны. Отправляйте своих детей, не думайте о том, что что-то с ними может случиться. Конечно, и персонал, и педагоги сделают все для того, чтобы детям было комфортно отдыхать в наших центрах. Ну что ж, вот давайте на этой ноте закончим нашу беседу. Спасибо за интересный и содержательный разговор. Я надеюсь, все будет именно так, как вы сказали. То есть детский отдых пройдет без каких-либо проблем, без каких-либо накладок. Они вернутся, оздоровившись, поправившись и с хорошим настроением. Спасибо. Спасибо. И напоминаю, в нашей студии была Ольга Слесарева, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, и Илья Осипов, исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Самара, руководителя департамента образования и администрации городского округа Самара. И хорошего вам всем отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова